Привет, друзья! Ставьте лайки, также обязательно пишите свой комментарий под видео. Сегодня вы узнаете множество интересной и полезной информации, лайфхаки, идеи, советы и многое другое. Итак, поехали! Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какая иерархия существует в волчьей стае? В последнее время интернет пестрит сообщениями о том, что взаимоотношения между серыми хищниками чрезвычайно похожи на человеческие. В подтверждение приводят снимок волчьей стаи, которая передвигается по заснеженному лесу. Вот как объясняется порядок животных на фотографии. Впереди стаи идут три старых слабых волка. Они бы наверняка погибли, если бы шли сзади, а так остальные подстраиваются под их скорость передвижения и помогают им выжить. Но в то же время эти немощные звери станут своеобразной жертвой в случае засады. Следом идет группа из пяти самых сильных волков, а за ними остальная стая. Замыкает колонну еще одна группа из пяти сильных зверей и лишь далеко позади движется вожак, который защищает тылы и контролирует стаю, не позволяя слабым отстать или потеряться. Ну что, поверил в красивую историю? Ну тогда вынужден тебя огорчить. На самом деле это всего лишь красивая байка. Фотография, сделанная в канадском заповеднике Wood Buffalo. Оригинальная подпись к фото гласит, что на снимке запечатлена большая стая, ведомая альфа-волчицей. Конечно же, никаких засад волки не опасаются, и слабых членов стаи под гранаты партизанских отрядов зайцев не бросают. Стаю в большинстве случаев возглавляет лидер, альфа-самка или альфа-самец. Именно вожак решает вопросы относительно места обитания, охоты и защиты. Он отвечает за благополучие стаи, поэтому лидерами могут стать только самые, умные животные. Вожак не всегда находится во главе. Он может перемещаться от одной группы к другой, проверяя, как обстоят дела у всех членов стаи. Звери идут колонной, чтобы сохранить энергию. В глубоком снегу тяжело двигаться, поэтому волки идут друг за другом. Слабые звери быстро бы выбились из сил во главе колонны, поэтому по снегу впереди идут самые сильные и выносливые волки. Впрочем, в волчьей стае действительно существует строгая иерархия. Все волки подчиняются альфа-паре. За ней по иерархической лестнице следуют бета-пары. За ними идут гамма-волки и самая нижняя иерархическая ступень омега-волки, к которым относятся пожилые особи и волчата. А еще волки чрезвычайно преданы. Их пары образуются на всю жизнь. Встретив свою половинку, они уже не расстаются до самой смерти. Вот такие интересные отношения царят среди волков. Поделись с друзьями этими знаниями, им будет интересно узнать больше о жизни братьев наших меньших. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш основной канал Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.